Это сейчас. Восьмилетняя Вика легко и свободно передвигается на одной ноге. А когда девочка надевает протез, и вовсе не сразу заметно, что с ней что-то не так. А когда малышка потеряла ногу в результате несчастного случая, казалось, что она уже не сможет нормально ходить. Но вопреки всем самым страшным прогнозам, сегодня Вика не только ходит, она прекрасно плавает и катается на лошади. Уже несколько лет девочка занимается в физкультурно-спортивном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ребенок стал развиваться больше, стал меньше болеть. Все это как-то вот, даже не знаю, как объяснить это. Просто ребенок стал жить. Интерес к жизни появился. Она не зациклилась на том, что у нее нет ноги или что-то там. Такой очень тяжелый, конечно, процесс этот весь. Но вот эти занятия, которые проводятся здесь, дают для детей очень много. Сегодня в центре адаптивной физической культурой занимается еще 45 детей-инвалидов. А по всему Сочи их порядка трех тысяч человек. Причем занимаются люди даже с тяжелейшими диагнозами. С нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, детским целебральным параличом. Такая адаптивная спортивная гимнастика полезна всем. Очень развивающие упражнения используем. Используем упражнения на укрепление мышц спины. Много проблем у деток с опорно-двигательным аппаратом и в частности со стопами. Мы здесь укрепляем стопы и отрабатываем определенные движения. Правильная походка, правильное лакомоторное движение. Дети получают радость, радость движения. И одновременно идет психологический настрой, радость от общения и умение общаться. Четвероклассница Маргарита раньше не могла ходить без посторонней помощи. У нее детский целебральный паралич. И по словам врачей, передвигаться девочка со временем смогла бы только на инвалидной коляске. Но сегодня Рита успешно выполняет все упражнения в зале и к тому же отлично катается на лошади. Мне нравится конно-спортно заниматься. А почему тебе это нравится? Мне нравится лошадь, я с ними общаюсь. И у меня поднимается настроение. У меня мечта построить свою собственную конюшню. Главная цель центра – помочь инвалидам социализироваться, научить их быть самостоятельными в быту. Но есть и те, кто, как Маргарита, идут дальше, в профессиональный спорт. И если в 2011 году в центре было всего 7 профессиональных футболистов-инвалидов, то сегодня 164 человека занимаются одним из 16 видов спорта. У нас есть чемпион России по теннису, Дмитрий Телюкин, который выиграл Кубок России уже в 2012 году. В 2013 году команда по керлингу заняла у нас третье место на российской спартакеаде. Глеб Широков стал чемпионом России по бочи. По шахматам Дмитрий Карпенко у нас тоже чемпион края. Свои первые, но точно не последние спортивные награды девочки получили сегодня в честь Международного дня инвалидов. Ведь своим примером они доказали, что ограниченные физические возможности вовсе не мешают им раскрыть свой безграничный потенциал. Я поздравляю всех, у кого нету носки, у кого нету даже руки, мозг или ручек. Кто болеет, я ему желаю счастья. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.